Коллекторы забили тревогу. После того, как в Кузбассе был принят региональный закон о запрете их деятельности, выбиватели долгов решили пустить в ход тяжелую артиллерию. Они просят помощи у федеральных законодателей. Подробнее об этом в нашем сюжете. На любой вопрос новокузнечанин в свой адрес слышал лишь угрозы. Даже сейчас супруги везде ходят вместе. И с содроганием вспоминают, как еще недавно их жизнь была кошмаром. Коллекторы звонили Алексею с номера жены. Вероятно, был изготовлен дубликат и ее сим-карты. В разговорах не церемонились, угрожали. А все из-за долга в 6 тысяч рублей. Не получилось отдать и начали писать, угрожать. Страдают дети. Страдают в основном дети. Мы как-то перетерпим в принципе. Угрожает, что на улице детей выхватят. Я одна сейчас практически не хожу с детьми гулять, только с мужем. Потому что страшно. Реально страшно. Мы перепугались сильно. Страшные угрозы в адрес должников появлялись в соцсетях. Ситуация накалялась в течение нескольких месяцев. А затем звонки резко прекратились и супруги наконец-то смогли вздохнуть спокойно. Работа коллекторов противоречит не только моральным принципам, но и новому законодательству. В начале апреля, после очередного выпиющего случая в Новосибирской области, когда коллекторы совершили разбойное нападение на семью, Аман Тулеев потребовал прекратить деятельность коллекторских агентств в Кузбассе. Областные парламентарии приняли областной закон. Звонки прекратились, но обида на то, что пришлось пережить, осталась. Свою правоту Дмитриевы теперь отстаивают вместе с юристами. В настоящее время нами путем сотрудничества с правоохранительными органами сейчас устанавливаются лица, которые совершили данные действия. И по итогам взаимодействия уже будем принимать решения о привлечении данных лиц к ответственности и в том числе привлечения организаций, в которой доработают данные лицы, путем предъявления иска о компенсации морального вреда. В сложных обстоятельствах запутанной кредитной истории предстоит разобраться правоохранительным органам. Главное, чтобы федеральный закон не отменил действия регионального. Ведь сами коллекторы тоже не сидят на месте. Они уже обратились в Генпрокуратуру для отмены запрета, призывая сделать более четкое разделение противоправной деятельности от других важных, по мнению кредиторов, обязанностей. В результате за две недели на адрес ассоциации поступили многочисленные жалобы от коллекторских агентств на предмет того, что закон нарушает права, свободы и законные интересы коллекторов. После принятия закона должники, которые раньше шли на контакт, стали массово отказываться от общения с коллекторами. Люди начинают говорить, что коллекторов запретили и возвращать долги не собираются. То, что в Кузбассе принимаются подобные законы, это уже весомый плюс для жителей области. Но только пока неизвестно, долго ли продлится спокойная жизнь. При условии, что существование регионального запрета под угрозой. Опять же, из-за инициативных коллекторов. Впрочем, нередко идеи законодателей Кимеровской области перенимались федеральными. Так что будет ли закон, который многие считают по-настоящему человеческим, жить, покажет время. Анна Муравьева, Елизавета Черняк, Александр Архипенко. Новости моего города.